Домашнее задание Домашнее задание много задают? По математике. По математике, это хорошо. Справляешься? Справляюсь. Молодец, горжусь. Гордиться даже самыми маленькими успехами каждого ученика – девиз Натальи Егоровой. В педагогике 21 год. Признается, со счета сбилось, сколько детей выпустила во взрослую жизнь. Но помнит каждого. Вот и выпускник 23-го года Никита Попов считает обязательным поделиться успехами со своим педагогом. Буквально недавно прозвенел последний звонок. Лето абитуриента прошло быстро, оно и понятно, экзамены, поступления. И вот уже он – студент первого курса экономического факультета МГИМО. Сложно, да и тоска по школьной паре не отпускает. Но двери классного руководителя всегда открыты. Да, я скучаю по школе, и когда я возвращаюсь сюда, вижу эти коридоры своих родных учителей. Ребят, которые помладше меня сейчас, они в 10-м, в 11-м классе. И, конечно, я вспоминаю свое время и становится немножко грустно. Факультет выбрал не случайно. Подружиться с царицей наук ему помогла классный руководитель Наталья Егорова. Как и ее когда-то влюбила в профессию первая учительница. Ей на всю жизнь запомнился ее индивидуальный подход к каждому ребенку. Если материал не усвоили, остановиться и все подробно объяснить. Теперь пользуется этой методикой уже в своей работе. Точный математический расчет применим и на внеурочных занятиях. Сплотить ребят – вот еще одна важная задача педагога, считает Наталья Егорова. Наши учителя, они играют большую роль. То есть как предмет преподается в школе, как они преподносят, так вот и в дальнейшем мы определяем свой жизненный путь. Это все равно роль какую-то играет в жизни ребят. Больше всего, мне кажется, ребятам нравятся задачи практического содержания, те, которые могут они применить в повседневной жизни. Потому что самый любимый вопрос ребят – это где мне это пригодится в жизни. Вот мы всегда ждем этот вопрос, мы готовы ответить на этот вопрос. Поэтому такие задачи они любят больше всего. На уроке можно немножечко и пошутить, и улыбнуться ребенку, потому что нельзя весь урок сидеть, как говорится, как роботы. Всегда нужно какую-то немножко такую, знаете, маленькую паузу душевную, личностную делать. И мне кажется, это имеет свои плоды. Надо детей любить прежде всего. Наверное, любовь к детям, она не дает остыть моему оптимизму. Но это первое, это, наверное, главное. Но и, во-вторых, это любовь к моему предмету. Я люблю математику, хочу, чтобы дети ее тоже любили, знали и понимали, и достигали высоких результатов. Даша, как первый курс? Как дается? Легко, сложно? Нормально. Ну, в школе, конечно, легче. Какие новые предметы появились? Критическое мышление. Вот так, спустя 11 лет плодотворной учебы, можно вместе сесть за парту и поболтать по душам. Выпускница Дарья Петухова поступила в Ранхикс на факультет журналистики. Признается, гуманитарным наукам любовь появилась после уроков Татьяны Ивановны. Я готовилась к экзаменам из 10 класса, и, ну, местами было тяжело, но в целом, если постепенно готовиться, то ничего сложного в этом нет. Слова поддержки, конечно, не переживать, не волноваться. Скучаю, иногда прихожу. Очень теплые чувства, когда видишь своих учителей. С одноклассниками мы часто встречаемся и тоже вспоминаем учебные годы, как было весело и хорошо. Вспоминает свои школьные годы и учитель Татьяна Моноенкова, еще за партой решила поступить в педагогический вуз. Опять же, любовь к профессии привила ее учительница. 33 года Татьяна Ивановна учит ребят грамоте и прививает любовь к литературе. Секретом успеха охотно делится. Дети, наверное, не меняются. Дети, они, есть дети, остаются детьми. К ним нужно просто привыкнуть, их нужно понимать, нужно, наверное, к каждому ребенку относиться просто-напросто как к своему. И тогда всегда можно найти общий язык с ребенком, тогда ребенок и тебя поймет, и ты поймешь ребенка. И, наверное, ребенок уйдет с какими-то знаниями с твоего урока, и запомнит тебя. И, наверное, только таким образом можно стать любимым учителем для своих учеников. К каждому уроку как раньше готовилось, так и сейчас. К каждому уроку тщательная подготовка. Эта подготовка может длиться и до часу, и до двух часов ночи. И плюс это бесконечные тетради учителя русского языка, да, это сочинение. Это подготовка к ЕГЭ, к ОГЭ. Ты приходишь на урок, дети ждут от тебя чего-то нового. И я никогда не пользуюсь теми материалами за предыдущий учебный год, потому что мы идем вперед и стараюсь всегда что-то новое детям придумывать, новый материал давать, новые темы. Всегда стараюсь, чтобы уроки были интересными. И стараюсь их вовлекать в учебный процесс, потому что без этого урок не будет интересным. Сегодня мы продолжаем с вами тему причастия. Это в правилах русского языка. Причастие – признак предмета по действию отвечает на вопросы прилагательного. В жизни быть причастным к вопросам учеников, к их размышлениям – одна из важных деталей обучения, считает Татьяна Зубкова. Она преподаватель русского языка и литературы. Отправной точкой в профессии стала бабушка, которая преподавала в начальных классах простой сельской школы. И, конечно, как и у других героиней нашего фильма, первая учительница. Татьяна Зубкова начала работать 28 лет назад, сразу после Московского педагогического университета. Я не хочу открывать Америку в сотый раз, говоря, что это нудный, каждодневный труд. Так оно и есть, к сожалению. Будни никто не отменяет. Но мое самое главное правило по отношению к любому ученику, и сильному, и кто послабее, надо верить в своего ученика и не скрывать этого. Когда в тебя верят, у тебя вырастают крылья. Это каждый знает по собственному опыту. И когда ученик слышит от учителя, «Я в тебя верю, значит, ты сможешь», тогда можно ждать от него самого лучшего результата. Не только 100 баллов. Для какого-то ученика и 50 баллов – это уже подвиг. Но самое главное, что он смог, он это сделал. И ты в него поверил. И так с каждым. Поверить в более чем 58 тысяч учеников округа. Из них только первоклашек 6805. Задача непростая, но выполнимая, считают педагоги Одинцовского округа. Система образования насчитывает 53 школы. Это почти 4000 педагогических сотрудников, из которых больше половины – учителя. Свыше 2000 выпускников сдали единый государственный экзамен. Тех, кто получил по итогам 90 и более баллов – 536 человек. Это на 11 больше, чем в прошлом году. 37 11-классников получили 100 баллов на экзамене. Один из них сдал на 100 сразу два предмета – русский язык и литературу. 347 удостоились медалями за особые успехи в учении. Подают пример своим воспитанникам и педагоге – лауреаты конкурсов, победители и призеры региональных чемпионатов. Пять учителей подготовили двух и более стубальников. Секрет успеха в профессии оказался совсем прост. Надо любить свое дело. Большинство моих учеников после школы находят свое место в жизни. И я в чем-то в этом поспособствовала. Всегда приятно узнать, что у твоего ученика все сложилось наилучшим образом. Нет никакого секрета успеха. Просто, наверное, надо оставаться собой прежде всего. Нести добро людям. И как-то вот любить людей надо, любить детей. И все получится. Но как бы особого секрета нет. Надо просто любить свою профессию. Вот и все. Просто нужно любить свою профессию. Все. Больше никакого успеха нет. Нужно любить свою профессию, наверное, больше, чем все на свете. Вот и все. И детей. Детей, детей – самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова